Когда человек слышит про квартирные кражи, он первым делом стереотипно представляет себе жилье, которое владельца оставили без присмотра и надолго уехали отдыхать. Но оказывается, хищение в квартире случается чаще, когда хозяин находится дома. Причем в большинстве случаев он сам виноват, что его обворовали. Простые правила безопасности в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Желесова. Мой дом – моя крепость. Эта простая истина на деле забывается людьми очень часто. Открытые настиж окна нижних этажей, незапертые двери, ключи под ковриком – все это настоящие подарки для вора-домушника. Ну или, к примеру, застолье дома со случайными знакомыми – гарантия больших неприятностей. Познакомились в магазине, в клубе, у подъезда. Так обычно начинают свое заявление в полицию гостеприимные выпивохи. Желание выпить за компанию, причем притащить новых знакомых к себе в жилище, стандартно заканчивается пьяным забытьем. В ходе застолья владелец жилплощади засыпает, а его нечистые на руку гости крадут все, что плохо лежит. Чаще всего это деньги, драгоценности, электроника. Обворовать заснувшего хозяина квартиры, что у ребенка конфетку отнять. Нужно отказаться от употребления спиртного с малознакомыми и ненадежными людьми. Тем более не стоит приводить их в свою квартиру. Граждане в состоянии опьянения, как правило, ведут себя неадекватно и агрессивно. И совершают противоправные действия. Поэтому вы можете стать жертвой не только ограбления, но и более серьезного преступления. При этом лишиться не только имущества, но и здоровья, или даже жизни. Жертвами еще одного вида краж становятся люди рассеянные или безответственные. Придя домой, они забывают закрыть входную дверь на замок. Этим, конечно, пользуются воры. Они ходят по этажам и дергают за ручки. Найдя открытую дверь, хватают в прихожей все, что лежит ближе к выходу. Сумки, одежду, телефоны. Первое время люди даже не догадываются о том, что их обворовали. Выясняется это, когда человек собирается на улицу и не может найти нужную ему вещь. Из-за упущенного времени тяжело найти вора по горячим следам. Чтобы не стать жертвой вора, необходимо закрывать двери, вне зависимости от того, находитесь ли вы дома, или же вышли на улицу на минуточку вынести мусор. Ведь бережное отношение к своему имуществу – это лучший способ защиты от подобного вида преступлений. Для детей и школьников родители часто оставляют ключи под ковриком, в почтовом ящике или в других видных местах, чтобы ребенок мог быстро попасть в свою квартиру. Но такие места известны и злоумышленникам. Поэтому такой дедовский способ никуда не годится. Кладите связку ключей в портфель или в одежду ребенка. Дабы не стать жертвой квартирных злоумышленников, будьте благоразумны. Не водите в дом малознакомых людей, тем более для распития спиртного. Всегда закрывайте двери, даже если вы дома. Сделайте для ребенка отдельный ключ. А чтобы он точно не потерялся, повесьте его на шею, на веревочку или цепочку. С детства приучайте его к тому, что свой дом нужно беречь и охранять. Редактор субтитров А.Семкин